До конца лета осталось две недели, но вот жара в плюс 34 градуса пока не собирается покидать Брест. Именно поэтому большинство людей старается пережить зною воды. На Брестских городских пляжах с раннего утра и до позднего вечера многолюдно. Но и каждый год вместе с водным весельем рука об руку идут и трагедии. К счастью, этим летом статистика погибших на воде уменьшилась. Но это не значит, что нужно халатно относиться к своей жизни. На сегодняшний день я скажу, что статистика нас радует. За прошлый год на сегодняшний день у нас было 62 гибели людей на воде. На сегодняшний день я вам озвучила, что это 43. По городу Бресту, к большому сожалению, уже погибло 5 человек. По Брестской области могу озвучить, что 43 гибели произошло именно трагедии на воде. Я скажу, что из этой цифры есть двое несовершеннолетних детей. На сегодняшний день в городе у нас есть места специализированные для отдыха, для купания, где находятся 24 часа в сутки у нас матросы-спасатели и водолазы, которые, безусловно, всегда окажут помощь человеку, который терпит бедствие. Если одни загорают и плавают в официально разрешенных местах, которые постоянно контролируются спасателями, где чистый пляж и исследованное на опасные предметы дно, то другие все еще выбирают для себя акватории, где купаться запрещено. Почему? Почему так? Почему выбрали это место? Рядом с домом. Рядом с домом. Рядом идти не надо. Ну вот если вам озвучу, что, наверное, это удобство. И да, это... Ну и хорошее место, согласитесь. Может быть, но я озвучу, что здесь буквально пару метров, глубина 4. Да, знаем. Это очень рядом с инфраином. Вот поэтому хорошее место. Вот и все. В району, в Каде, в району, знаете, ехать? Да, и на Гребной далеко. А, пока доедешь на 18-й день. Даже мост переходить. Ну, можно, да. А тут, видите, как и магазин. Вот здесь рядом, типа, и вроде природы и кусты. И очень хорошо. Поэтому жалко, что даже не оборудовали. Информация в опасных местах прямо кричит. Купаться нельзя. Здесь утонул человек. Однако, ВОСы ныне там купаются. В этот раз нарушителей обнаружено было немного. Но участники рейда все равно с каждым провели инструктаж и разъяснительную работу. У нас есть, пожалуйста, буквально специализированный пляж, где находятся наши сотрудники, матросы и спасатели, в случае чего вам всегда окажут помощь. Есть у нас там даже доктор. Может, мы разное произойти при отдыхе. И огромное просьба. Призываем. Отдыхайте в местах, предназначенных для отдыха и купания. Это в целе уже вашей безопасности. Я сразу говорю, далеко мы не забываем. Мы заходим в уровень груди. И вот так вот я рядом, чтобы я ее видела. Не брызгаться, не прыгать, не баловаться. Потому что, ну, две секунды прыгнув в эту сторону и ушел под воду. Поэтому я стараюсь всегда. Зашла до сюда и вот так. Не туда. Все вот так. Ну и все. Задача таких рейдов в очередной раз предупредить и разъяснить, какая опасность подстерегают людей на водоемах. Тем более, жаркая погода пока не собирается сменяться прохладной. Потому нужно быть наиболее бдительными и осторожными во время отдыха. Особое внимание стоит уделить детям. Их жажда открытий без родительского контроля может стоить жизни. Сегодня не менее опасны и солнечные тепловые удары. Если они все-таки добрались до вас и вы почувствовали недомогание и головокружение, то стоит обратиться к врачу. А напоследок желаем вам хорошего отдыха и позитивных эмоций.